Стреляет батарея, 110-я, РЛС, сколочно-фугасный, взрыватель осколочный, заряд второй. Артиллерийская стрельба – зрелище яркое. Учебные поля, своеобразный холст, на который бок войны выплескивает всю свою палитру. Огненные пейзажи, ослепительные натюрморты, мужественные портреты. Чтобы понять всю гамму, надо просто взять в руки своеобразную артиллерийскую кисть. Сегодня мы будем вести огонь со 152-мм буксируемой гаубицей МСТА-Б. В этом нам поможет Алексей Рыбаков, он старший офицер на батарее. Здравствуйте. Добрый день. С чего начнем? Первая должность, которую мы вас будем обучать – это роль заряжающего. Если у вас хорошо будет получаться, мы вам дадим возможность пострелять. МСТА-Б – одна из немногих буксируемых систем на вооружении белорусской армии. Это последняя модель в списке полевых гаубиц советского производства. В свое время она пришла на смену пушки Д-20. В МСТЕ реализованы многие научные разработки. Расчет орудия – 8 человек. Работа заряжающего только на первый взгляд простая. На самом деле она не из легких. Вес одного снаряда порядка 46 килограммов. В данном случае это осколочно-фугасный. Им можно вести огонь на дальность до 20 километров. Радиус сплошного поражения – 50 метров, а разлет осколков – 250. Попробуем зарядить. Как правило, боезапас находится в 15-20 метрах от орудия. Нужно иметь определенную физическую подготовку, чтобы обеспечить беспрерывный огонь. Когда несколько раз пробежишь туда-обратно, понимаешь, зачем здесь несколько заряжающих. Расчет резервистов под командованием Виталия Пахомовича – один из лучших в дивизионе. Гражданские профессии артиллеристов – ветеринар, таможенный инспектор, историк и автомобилист. Профессии разные, но общий язык находим быстро, у каждого есть свои обязанности, каждый их выполняет беспрекословно. Поэтому с каждым разом, с каждой стрельбой слаженность все больше и больше, поэтому действуем быстро и четко. В такой сплоченной команде мне удалось быстро познакомиться с орудием, изучить правила заряжания и азы подготовки гаубицы к бою. Зарядить орудие можно двумя способами. Сначала укладываем снаряд, потом нажимаем так называемый клод, вот он опускается, и затем рукояткой досылаем снаряд в орудие. Затем укладывается снаряд. Помимо этого можно использовать так называемый дедовский способ, у меня в руках так называемый банник, им просто досылается снаряд в ствол и таким же образом досылается заряд. Мста-Б – одно из самых мощных и дальнобойных в своем классе. Специальным боеприпасом можно поражать цель на дальности до 29 километров. Скорострельность – 8 выстрелов в минуту. Сейчас старший офицер на батарее нам дает данные для стрельбы. Наводчик в данном случае выставляет их, заряжающий уже заряжает. Самому мне навестись сложно, потому что нужно знать правильно, как это делать. Довольно-таки сложные расчеты. В принципе, мы готовы для стрельбы. Наводчику нужно не только прицелиться, но и занять правильное положение для стрельбы. В первую очередь нельзя касаться станины и находиться на некотором удалении от казенной части. Потому что при выстреле откат происходит на 50-60 сантиметров назад. То есть вот где-то в таком положении и нужно вести огонь. Батарея с залпом. Триста, тридцать, три. Мортик! Мортик! В течение двух часов работы батарея выполняет порядка десяти задач. Уничтожает командный пункт, радиолокационную станцию, минометные расчеты, артиллерийские орудия. При таком количестве целей стволы в прямом смысле не успевают остывать. Командиры переориентируют орудия, наводчики вносят поправки, заряжающие подают снаряды. Первое несколько раз было немножко сложновато, потому что надо как-то приловчиться. Одновременно и повторять команды командира, и следить за наводчиком, следить за своим расчетом, чтобы каждый был на своем месте, выполнял ту задачу, какую необходимо выполнять. И сразу там где-то в уме считаешь эти цифры, но это уже до автоматизма доводится. Конечно, стать командиром у меня за одно занятие не получилось, но все-таки нашлась работа в артиллерийском расчете, которую я освоил и мог выполнить со стопроцентным успехом. Сразу после выстрела нужно убрать гильзу от орудия, но брать ее руками нельзя, потому что очень горячая. Вот таким вот способом мы ее уносим в боезапасу. Для нынешних резервистов учебный сбор пролетел как один огневой день. В следующий раз они встретятся через год, и тренировка эта будет не менее насыщенная.